В автобусах в Подмосковье теперь можно приобрести сразу 4 билета одной банковской картой. Раньше эта услуга была недоступна. Пассажирам приходилось выждать трёхминутный интервал, прежде чем оплатить поездку своему попутчику. Это было неудобно. Например, семьям с детьми. Как работает новая система? Проверила Марина Булыга. Россия! Россия! Эмоции после выхода наших футболистов в четвертьфинал до сих пор не утихли. Алексей с друзьями полетит болеть вживую на стадионе. До аэропорта добираются на автобусе. Мы приехали из Тамбова. Мы заехали к нашему другу в город Домодедово. И он нам посоветовал прокатиться на общественном транспорте до аэропорта Домодедово. Билеты покупали по бесконтактной банковской карте прямо в автобусе. И карты намного дешевле оплачивать. И друг оплатил карты изо всех нас четверых с одной карты. По новым правилам пассажир может оплатить одной банковской карты до четырех поездок за раз. Это существенно экономит время, что особенно важно в часы пик. И вот на таких маршрутов до вокзалов и аэропорта, когда люди заходят в салон с багажом. Раньше, чтобы оплатить несколько поездок подряд, приходилось соблюдать трехминутный интервал. И томиться в ожидании у кабины водителя, пока карта сработает снова. И выгода у нас хорошая. 48 стоит один билет, а по карте 32. Та же, как и по стрелочке. Очень удобно для бюджета. Скидка в 30% при безналичном расчете действует на всех маршрутах. Мы взаимодействуем в том числе и с банками, которые присутствуют на территории Московской области. Для того, чтобы массово менять людям карты контактные на бесконтактные. Для того, чтобы они могли пользоваться для оплаты услуг, в том числе и в общественном транспорте. Новым способом оплаты в Подмосковье воспользовались уже более двух миллионов человек. Марина Булыга, Никита Фомкин, Александр Скривкин. Вести.